Всем привет-привет, с вами Флэшка и это Женские Игры, и мы продолжаем сопровождать этого великолепного мужчину в его героических приключениях. Я очень надеюсь. И это такое прекрасное место здесь. Честно, я бы вот... Нет, с этими гномами я бы не поселилась. Ну, в общем, я бы нашла себе еще какую-то избушку в этом прекрасном лесу. И жила бы отшельницей, собирала травки да ягодки. Но нет, без интернета я бы точно не выжила. Хорошо, вернемся к нашим приключениям. Мы с вами завершили такое достаточно объемное задание. Мы спасли Лютика. Ну, пускай немножко отдохнет, покушает, поспит, придет в себя. А мы тем временем займемся парочкой дополнительных заданий. У меня их насобиралось на 12 уровень очень много, почему-то различных. Так что давайте ими и займемся. Вот мне светится... Да вы что? Подарочек. Портрет иерарха, как мило. Ой, на самом деле ничего особенного, у нас таких много. Только не говори, откуда он у тебя, ладно? Ладно, бывай. И что мне с этим делать? Я бы такое в доме не повесила, честно вам скажу. И цветовая гамма какая-то агрессивная, и мужик не шибко приятный. Хорошо. Но может здесь так заведено. Здесь, кстати... А, это пещерка, через которую я входила. А может здесь что-то можно стырить? Нет, нет, нет. В смысле закрыто? Что значит закрыто? Так и закрыто. Знаете, вот закрыто, значит закрыто. Офигеть. Непривычно. Для меня вот с этой стороны я не подлезу. В принципе, места интересные. Я бы, может, здесь и прогулялась. Разочек-другой. Здесь что-то слышу. О-о-о! Это-то! А! Те-те! А что оно сразу такое большое-то? Вы видели там черепушка была? Это значит, что мне не по зубам. Хорошо, хорошо. Все, я ушла. Ушла, ушла. Все. Спокойно. Возвращаемся, значит, в город. И будем потихонечку решать накопившиеся у нас мелкие задания. Что это у вас тут так интересно сделано? Значит, распутываю клубок. У меня есть такое задание. И вот смотрите. Убить Экиму. Отыскать Экиму. Оделить стражников. Место преступления. Я уже, честно говоря, даже не помню, что здесь было. То есть в нищем квартале что-то убивает людей. Нам надо вернуться и поговорить, отчитаться. Мы кого-то там убили, но не отчитались, по сути. Так что вот эти места очень прелестные. Я бы здесь жила. Ну, после того, когда вычистила бы всех этих. О чем мне не светится? Куда мне надо это сдать? Вот светится, как бы, значок телепорта. И что? Скорее всего, это задание ведет куда-то далеко. Давайте то, что по Новиграду. Вот. Походить по округе. Где это у нас по сути? Это где-то... Вот здесь. Ну, выглядит интересно. Я могу прям тут переплыть? У меня после установки дополнений практически все доски опять светятся желтеньким. То есть, чтобы я их потрогала. Смотрите. Я эту доску точно трогала уже. Но она опять у меня светится. Я думаю, что я здесь быстренько переплыву. Куда летишь? Куда лечу? Туда. Тут бывал. Да, бывал. Фу. Геральт прекрасный пловец. Какие-то плоские рыбки. Там, кстати, что-то еще водится. Наверное, мои любимые утопцы. Вот утопцев люблю, прям сил нету. Так. И один плывет ко мне. Не догонишь. Не догонишь. Не догонишь. Или догонишь. Давай на суше будем драться. А он не хочет на суше. Ну и досвидусь. Так, нам надо что-то здесь сделать. Нам надо походить по округе. И, может, что-то мы найдем. Брага на войне, под спорье пехотинцам лукоморья. Эх, Дуня, 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 я. От Эридания моя. Не спасет им вырос вора. От Эриданца Третагора. Эх, Дуня, Дуня. Боже, какая милота. Я не хочу его убивать. Привет. Привет. Скальный тролль. Помните, у этого, кого ограбили. Тут тоже был такой. Милашка, привет. Эй, ты, Людь. Здесь Риданская армия стоит. Прохода нет. Не будешь крадать лодки. И где же эта Риданская армия? Так ведь я тут стою. Не видеть? Я записался в армию короля Родоведа. И мне приказ защищать лодки. Дрянь это, а не лодки. Мне надо защищать лодки. Но нет дров на этот забор. Но есть лодки. Но есть лодки. Я сделал забор из лодок. И теперь лодки защищают лодки. Логика. О, Господи, какой он милый. Кто завербовал тебя в Риданскую армию? Никакой вербы не было. А были солдаты. Сотник говорит. Охранять лодки. А то их крестьяне могут украсть. Потому что это их. Я не понимаю. Я понимаю так. Конфисковали эти лодки у крестьян и боялись, что те попробуют свои имущества отобрать. Что было дальше? Сотник ушел. А солдаты пили. И пили так, что ух. Я слушал. Но крестьяне пришли с косами. Я хотел помочь армии. Тогда иду. Крестьяне в крик. Солдаты в крик. И я совсем не сильно. Они лежат. Солдаты тоже. А приказ был. Охранять лодки. Вот я охраняю. Я теперь весь солдат и петь тоже умею. Петь? Нет, я уже слышал. Не нужно. А где тела? Я ни одного не вижу. Я был голодный. Жалко пропадать еду. Крестьян не жалко. Товарищей чуть жалко. А провизия хорошо. Ну что ж ему на это ответить-то? Понимаю. Понимаю. У войны свои законы. А людь тоже солдат? Нет. Я могу тебя сделать, солдат. Тогда я сотник. Я говорю, принеси краску, и людь принесет краску. Какую краску? Ну, краску. Красную, белую. В городе есть. Но я не могу идти. Я охранять лодки. Давайте принесем ему краску. Мне прям интересно, что он с ней будет... Он, наверное, забор будет красить. То есть, ему сказали охраняя лодки, а он из этих лодок сделал забор. Я попробую раздобыть красок. Хороший людь. Риданская армия тебе этого не забудет. Ой, ты мимимишество мое. А он будет злиться, если я буду воровать? Нет. Суп из трупа. Если хоть башка осталась... Отлично. Но у него тут какая-то провизия-то была немножко. Но, в принципе, ситуация, ну, безумно интересная. Да, и Риданс тоже хорошие отобрали у людей лодки. Конфисковали, как это у них называется. А потом боялись, что люди придут забрать свои лодки. Конечно, придут. Он с таким плюхом в воду шибанулся. Так. Нам надо найти краски. Я успею здесь переплыть? Или меня опять кто-то пытается скушать? Успеем. Тебе меня не догнать. Но здесь вообще небезопасно. Так, красочки, красочки, красочка далеко нам бежать за красочками. Это, в принципе, город студентов. Так что... О, как раз будем мимо доски пробегать. Это, в принципе, город студентов. Так что здесь должны быть... Цветов много, тоска. Что-то на доске новое появилось. Вот есть... Воззвание Геральту из Ривии. Гербомост. Геральт из Ривии. Волею милостивого нам, нами прявящей достопочтимой княгини Анны Генреты, прибыли мы в Северные Королевства, дабы представить тебе наше посольство. В княжестве Туссент появилось чудовище страшное, бестия, и называемое Коя совершило множество ужасных преступлений против подданных достопочтимой княгине. Лишь славнейший среди ведьмаков сможет уничтожить бестию. А потому просим тебя смиренно, дабы соизволил ты явиться в деревню Дебри, где ожидаем мы тебя полны надежды, что соизволишь ты нас выслушать и вырвешь отчизну нашу из каких-то страха. Окей, окей. Этим все мы уже читали. Ой, извиняюсь. Эй, Седой, видел уже, что у меня на прилавке? Нет, не видела. Потому что у меня есть важное задание. Почему-то моя... Почему эти задания заменяют друг друга? Ну, у меня же было отмечено, что я делаю? Я же же делаю... Что я делала? Ну вот, наконец-то нашла. Добровольцы наше задание. А тут же сбивает меня с толку. Не надо меня сбивать с толку, мы пришли за красками. У нас сегодня день отдыха. А мы помогаем троллям. Чего желаешь? Если у меня нет этого сегодня, непременно будет завтра. О, ты какой учтивый. Покажи мне свои товары. Посмотрю, может что-нибудь выберу. Вот, краски. Может еще что-то у него прикупим? Шпагат нет. Бутылка воды нет. Просто пустая бутылка. Наливка из Мандрагоры. Я могу продать, кстати, портрет. Но он стоит фигню. Хорошо. Пошли обратно к нашему красавцу. Пока, дружище. Будь здоров. Ты мне очень помог. Кстати, а красавец мне денежку-то вернет? Хотя, откуда у него денежка? Он же... Лучшие товары по эту сторону Понтера. Видел уже, что у меня на прилавке? Да, отстаньте. Маркетологи мамкины. А, мы плывем с вами в закат. Красотень-то какая. Но мне прям вот очень, очень, очень интересно, что же этот умник будет рисовать. Но поет он великолепно. Хорошая латвина. Я принесла. Рядовой крадун по вашему приказанию прибыл. Чё? У меня есть краска. Так случилось, что у меня есть с собой краска. Это он так радуется? Потом такой вопрос. Какая краска? У меня есть краска. Но рисовать не умею. Да, это осложняет дело. А Людь умеет рисовать? Я приказываю. Пусть умеет. Это так не работает. Несмотря что. Птица пусть рисовать. Такого риданского. Как на гербе. Могу попробовать. Я могу попробовать. Птица есть? Красивый. Красивый. Красивый птиц. Ты так думаешь? Ну что ж, если тебе нравится. Хороший людь. Не такой, как другие. Спасибо. Прелесть. Всё? Господи, какая милота. Какая милота. Он ещё и на всяческого отсыпал. Смотрите. Ужас. Да ты мне весь инвентарь сейчас забьёшь. Дружище. Кстати, мне бы продаться. Супер. Вот ещё из незавершённых дел у нас есть. Получить у короля нищих награду за освобождение Рико. Я уже даже не помню, кто такой Рико и когда я его освободила. Вот. Всё из этого лютика. Ничего флэшечка уже не помнит. И это у нас. Переход в Новиград. Хорошо. В Новиграде можно будет и продаться. И, в принципе, мне бы на Скельге сплавать. У меня уже такая кучка заданий там скопилась. Беги давай, Геральт. О. Берегитесь. О, смотрите. Ибо не знаете ни дня, ни часа. Блин. Я же забуду, что сюда надо прийти. Пошли сюда. Повторяю. О. Последнего, кто пытался влезть в мои дела, нашли только через месяц. Ты меня хорошо понял, Хивай? Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, Герцог? Я всегда говорил, два сломанных колена значит гораздо больше тысячи слов. О, Геральт. Геральт, хорошо, что ты здесь. А что это происходит тут? В чем дело? Да ни в чем. Я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями, пока они не убрались отсюда. А то они как раз хотели попрощаться. Правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай. И очень скоро. Что такое? Герцог, ты вшивого мутанта испугался? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюду это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем, граф. Вот так вот. И чтоб больше мне тут не показывались. Тьфу! Эх, вот это я, сука, попал. Как пять крон в говно. А что случилось? Что случилось-то? У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли, Геральт, мой старый друг. Ты хочешь попросить у меня помощи? Дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю, Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться гвинтом. Все лучшее и лучшее. Нет, я не играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только трех карт. А как соберу все, тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди-герцоги. Ну ты как, Геральт? Ты предлагаешь мне сыграть или что? Я не умею в гвинт. Извини, я могу купить разве что. Я не знаю. И отказать другу как-то нельзя. Давай, я помогу. Хорошо, попробуем эти карты раздобыть. Чего не хватает? Фрингили и Виго, и Зенгрима, и Яна Натальса. Их чертовски трудно достать. Герцог вот пытается, да тоже бестл. То есть ты даже понятия не имеешь, где их искать. Ну, не все так плохо. Я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает. Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зед, где-то я о нем уже слышал. О, важная персона в мире игроков. Владеет лавочкой у южной стены. И спасибо, Геральт. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывай, Золтан. Это мы удачно зашли. Но у меня еще какое-то задание там внутри сядется. Скорее всего, Лютик. Пошли. Все обязательно должно быть так. Куда свешишь? Удали. Разбавленное вино. Эй, это наследство. Не я его выбирал. Зато от тебя зависит, что ты с ним будешь делать. Знаю, Геральт. Поэтому я и думаю. Вечно ты думаешь. Скажи, когда что-нибудь наконец решишь. Ох уж эти милые ссоры влюбленных. Привет, Лютик. В чем дело-то? Она надо мной издевается. Говорит, никакой я не артист, а просто бабник и бренчала. Ты представляешь? Назвала меня бренчалой. Мне все больше нравится эта девушка. Да ну тебя. Ты не возмущайся. Лучше докажи, что она ошибается. Как раз это я и собираюсь сделать. Я всегда мечтал открыть кабарей. И это место прекрасно для этого подойдет. Нужен только небольшой ремонт. А для ремонта нужны деньги. Мне нужны деньги. Так что, если у тебя вдруг случится небольшой перерыв между утопцем и Экимой, может, поможешь старому приятелю? Еще один. А что я могу сделать? Я стены красить не умею. Чем я могу тебе помочь? Хотя могу птиц нарисовать. Я когда-то встречался с одной девушкой с холастикой. Ее отец купец. Возит пряности из зерикань. И ни в чем доченьке не отказывает. Вот у нее мы и займем. Так. А в этой схеме где мое место? Ладно, говори, в чем дело. А то я чувствую, у тебя уже готов целый план. После нашего внезапного расставания схоластика на меня, наверное, дуется. Но, думаю, если ты немного поможешь, она меня простит. А потом даст займы. И чем я тебе помогу? Давай по порядку. Прежде всего, нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам Ирен. Ну, знаешь, такой, каким пользуются во время представлений. Когда ты его добудешь, мы встретимся у дома с холастикой. Предположим, я соглашусь и схожу к мадам Ирен. А ты что будешь делать? Мне надо еще кое-что закончить. Но обещаю управиться до тех пор, как ты вернешься с мечом. Тогда я тебе все расскажу. Ну, как я могу ему отказать? Ну, как? Он, конечно, дурашка, бабники брынчала. Но вдруг все-таки. Допустим, но... Геральт, в этом плане нет никаких но. Все будет хорошо, вот увидишь. Возьми меч, мадам Ирен. И как стемнеет, увидимся у дома с холастики. Через недельку, хорошо? У меня это... Дела. Так, ну сначала мы с... Может, с присылой поговорить? Что случилось? У меня нет сил, Геральт. Может, хоть ты его урезонишь? Да урезоню, урезоню. С вами тут разбираться. Дела мурные. Ну, какая мадемуазель. Ой, там кто-то орет. Бандит, а ну иди сюда. Никак вы, блядь, не научитесь. Геральт, не выражайся, ты чего? Ты чего, Геральт? Вы слышали? Вот так вот недельку не поиграешь, а он уже у тебя выражается самыми непристойными выражениями. Отжиж. Геральт, такой Геральт. Что это за холопом в городе? И как мне туда попасть? Видимо, обойти надо. А, помню, помню. Там не все так просто. Там еще вроде пароль надо называть, да? Спрятать меч, а то можем кого-то разозлить этим. Как идти тут проходишь? Как же было дело с фольтестом-то? А как пройти-то? Господа, у вас тут все замуровано. Вы в курсе? Не ори. Я бы могла по крыше. Я могла бы по крыше. Так. Мне кажется, здесь. Открывай. О, сама открылась. Точно. А, тут только первый раз надо было пароль называть, а теперь можно и без пароля. И где-то... Да не ругайтесь вы так-то. Здесь? А, да. Просто дец. Привет. Что ситами приключений? Да. Ты мне что-то просил? Про чередеев мы уже спрашивали. Ты должен лучше подбирать себе людей. Рика попался как ребенок. Да, он рассказал. Я велел ему уехать из города. И он, вероятно, сказал, что я тебя награжу. Да. Возьми. Все? Отлично. Отлично. С этим разобрались. Что у нас там дальше по списку? Осталось еще встретиться с Трис. Она нам что-то обещала рассказать. Но где же ее убежище-то? Вроде бы она должна была в квартале нищих жить. А теперь вот прям здесь. Мы потопали. Какой-то слишком крутой райончик для... Для чародейки, которая прячется. Что, думаешь, снизу входить, что ли? Постучать. Да? К кому? К Трис. Я ей сразу говорила. Никаких мужчин, никаких домашних животных. Здесь порядочный дом. Успокойтесь, я ненадолго. Типа, это кого-то должно успокоить. Это то, что ты ненадолго... Ну, к ней наверх, да. Какой-то он перекошенный, этот дом. Вам не кажется? Но все же... Могу я здесь порыскать? Украсила комнатку. Украсила комнатку. Геральт, у меня проблема. Мы можем поговорить? Да. Я для этого, собственно, и пришел. Так... Так... О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение, и даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбут. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда, и готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбут хочет меня о чем-то попросить. Но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке, и обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. Может быть, засада? Почему ты боишься? Чего ты боишься? А вдруг это ловушка? С одной стороны, я бы не хотела упустить такой шанс. Нам же очень нужны деньги. А с другой... Никто не может требовать, чтобы ты рисковала жизнью. Я сама этого от себя требую. Беда в том, что раньше с этим было как-то проще. Раньше я не знала, как это, оказаться под пыткой, слышать крики других и не иметь ни единой возможности им помочь. Ты же могла бежать в любой момент. Я знаю, но я так испугалась. А если меня закуют в настоящий двимерит, ты же не всегда будешь рядом? Я тебе помогу. Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Спасибо. И как ты собираешься искать этого слугу? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Кто это придумал вообще? Как думаешь, кто это придумал? Слуга или сама Ингрид? Готова поспорить, что Ингрид. Обычно у слуг нет времени на чтение авантюрных романов. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я. А, но он-то ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали неохотники. Хорошо. Встретимся на месте. Пошли. Пошли. Звучит как планы. Даже очень интересно. У тебя что-то есть интересное? Конечно, грабить. Потом почитаем. Что у тебя еще есть? Ну, уже один твой дом ограбили, так что не переживай сильно. Яблочко украли, бедный. Одни ножи. Трис, ты чем здесь занималась? Да, чем-то странным. Хорошо, побежали. Здесь бы еще спуститься, как-то не поломав ноги. Было бы отлично просто. Реально какой-то кривой домик. Итак, куда нам надо бежать? Нет, нет. Куда нам надо бежать? Недалеко. На рыбный рынок. Ну что ж, потопали. Так, мы практически пришли. Синий кафтан. Множество людей в синих кафтанах. Подозрительно. Это засада. Вот реально. Я хотел спросить. Да? Чем могу служить? Сколько стоит с форель? Ты не знаешь, где бы купить форель подешевле? Ну, сейчас для форели не сезон. Купи лучше ведерко устриц. Вот, жена-то обрадуется. Не тот. А когда ты последний раз мыл голову? А ты? Ты не знаешь, где купить дешевую форель? Может, и знаю. Но не с вами я должен был встретиться с удовольствием. Ух ты. Если хочешь поговорить с кем собирался, то только в моем присутствии. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте за мной. Пошли. Сюда. Здесь недалеко. Я думала, я дольше буду тыкаться. В различных синих. А ты не мог бы бежать быстрее? Вот так, чтобы я тебя догоняла. Хорошо? Это он. Садись! Что это такое? Засада же. И что это было? Чего они хотели? Не знаю. Я их первый раз видел. Может, недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина. Погодите-ка. Где госпожа Меригольд? Вы должны были прийти одна. Если бы не он, тебя уже вели бы на допрос. Тот высокий? Это Вальдо Муррис. Он работает на охотников за колдуньями. А может, вы и правы, госпожа. Я... Я просто не ожидал, потому что госпожа Вигельбут. Кто ты такой? Если мы уже соблюли все шпионские формальности, может, скажешь, кто ты? Я лакей госпожи Вигельбут. Я не... Не хотел вас ничем обидеть, господин. Почему госпожа Вигельбут не встретилась со мной лично? Она слежки боялась. В последнее время она ужасно нервничает. Интересно, по какому поводу? Выкладываю уже. В чем дело? Дело в сыне госпожи Вигельбут. Молодой господин Альберт интересуется алхимией, и... Про это пронюхали храмовые стражи. Храмовые стражи? Да, это еще ничего. Но на тебя напали подручные охотников. Значит, дело серьезное. Да, стражников госпожа Вигельбут подкупила. Но охотники платят за каждого найденного чародея, так что должно быть... Стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи, а потом все равно шепнули словечко охотникам. Вот же ж. Откуда Ингрид Вигельбут знала, что надо обратиться именно к Трис? Мы слышали, что госпожа Миригольд помогла исчезнуть Мирибайс, когда на ту вышли охотники. Мира несколько раз оказывала госпоже Ингрид магическую помощь в ее... ...хворьях. Похоже на правду. Мира говорила, что занимается какой-то аристократкой. Похоже, Альберт должен исчезнуть как можно скорее. Я могу это устроить. Молодой Вигельбут сумеет незаметно выскользнуть из дома. К сожалению, это не так просто. Молодой барин сейчас укрывается в загородном имении. Чтобы вывести его оттуда по-тихому, госпожа Ингрид хочет устроить большой бал маскарад. И вы хотели, чтобы я там появилась и помогла им убежать? Да, без вас нам не справиться. Госпожа Вигельбут думает, что за всей прислугой следят. Правильно думает. Это хорошая мысль. Хорошая мысль. Шумный прием, пожалуй, обманет охотников. Особенно, если хотя бы половина слухов о балах Вигельбудов окажется правдой. Кажется, на последнем балу подали сто разных десертов, а фейерверки пускали до самого рассвета. В этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться восемью десятью пятью десертами. Засахаренные лепестки голубых роз из Нозаира нынче очень трудно достать. Ах, как бы я хотела все это увидеть. Трис, не дави. Ждете на балу каких-нибудь неприятностей? Сложно сказать. Сейчас главное скрыть бегство молодого барина от его бабки. Как это? Госпожа Патриция Вигельбут ревностная почитательница вечного огня. Она не знает, что Альберт интересуется алхимией. По счастью, старшая госпожа Вигельбут редко бывает в имении за городом. И правда, довольно необычная семья. Не мне об этом судить, господин. Я помогу? Надеюсь, нам не придется оставаться до конца приема. Значит, ты пойдешь со мной? Конечно. Не могу же я тебя бросить, когда ты будешь так рисковать. Подумай только. Восемьдесят пять десертов. У тебя по-прежнему двадцать два дюйма в талии? Не прекрати. Как мы попадем в имение? Пожалуйста, вот приглашение. Стражник у ворот получит особые инструкции. Наденьте, пожалуйста, маску лисы, хорошо? Удачи вам. Отлично. Как он про талии подколол? Я думаю, что мы сейчас скажем, что нужно еще что-то доделать. А в следующей серии уже точно отправимся на бал. И посмотрим, что же это за восемьдесят пять десертов. Интересно-то как. Мне нужно кое-что доделать. Вот и отлично. Тогда маски купишь по дороге. Ну и переодеться тебе не помешает. Ты знаешь лавочку Элихали? Я уверена, там есть все, что нужно для балла. Я там был как-то раз. Элихаль, приятель Лютика. Точно. Только маски, правда? Я надеюсь, обойдется без парадного дублета? Дублет, Геральт. И это не обсуждается. Когда все устроишь, зайди ко мне. О, может пойдем еще наряд выберем? Пошли наряд выберем. В этом я себя отказать не могу. Причем это должно быть здесь где-то недалеко. Да, совсем-совсем близко. Ты будешь отлично выглядеть на мне. Нет, я буду отлично выглядеть в дублете. Котик? Как я тебе? Я не котик. Я волк. Белый волк. Ты красавица. А что надо делать? Так. Этот трансвестит, конечно, интересный персонаж. Ну или не трансвестит он. Просто любит примерять то, что сшил. Ну и вживается в образ по полному. Так, а где там, где там, где там, где там? Вот это его домик. Алло. Дружище. Только не говори, что ты спишь. А вот он. Приветствую. Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию? Да. Покажи мне свои товары. По переодевания не будет. Я бы взглянул на твой товар. Разумеется. Прошу. Если что-то жмет или натирает, всегда можно переделать на месте. Будет сидеть, как вторая кожа. Конечно, конечно. Я в тебе не сомневаюсь. Мне нужна одна маска лисы для нее, я так полагаю. И маска для меня. Ну, я возьму волка. Ну и нужен парадный дублет. В голубом Геральт будет смотреться обворожительно. А нужны парадные туфли? Давайте возьмем еще парадные туфли. Хорошо. Спасибо. Прощай. Вот. И нарядимся на это, в это, в это все. Смотрите, какой красавец. А где моя маска? Эй, а где маска-то? Хм. А я не вижу маску. А вот она, предмет для заданий. А. А. А откуда они у меня появились? Возможно, эту не надо было покупать. Смотрите, есть вот маска волка. Маска орликина нам не подходит. А маска лисы, это для... Для нее. А куда они все падают? После того, как я их... Угу. Все, я поняла. Маска волка... Ну, не очень. Не очень, так сказать. Ну, попробуем. То есть, мне в таком виде надо прийти к Трис. Ну, красавчик, красавчик. А мечи спрятать не хочешь? Мужчина моей мечты. А то тебя так спалят. И перчатки у тебя соверш... Давайте снимем перчатки. Снимем перчатки. Потом надену их обратно. О, какие у него руки. Просто прелестно. Просто прелестно. Надо придумать ему получше перчатки. А то вот эти металлические варежки совершенно его не красят. Ну, что ж, ребята. Мы практически готовы к балу. Так что в следующей серии будет веселье. Посмотрим на Трис. Мне даже интересно, какое у нее будет платье. Как же хорошо он ее подколол про талию. Красавчик. А на этом все, ребятки. С вами была Флешка. И всем пока-пока.